Ребята, мы в Турции, мы в Турции, в городе Манавгат, и здесь, где бы ты ни ходил, везде тебе попадаются разные закусочные, в основном это всякие дёнарные. Вот сзади нас одна, справа от нас ещё одна, и вот практически на каждом шагу тебя могут угостить люля-кебабом, жареным шашлыком, какой-то шавухой. Вчера мы были тоже в этом городе с моей частью семьи, с дочкой и женой, тут закупились шмотками, сходили, затарились всяким и решили попробовать, короче, местный кебаб, тут очень много кебабных. И посетили одну из дёнарных в одном из переулков, давайте репортажик сначала оттуда. Алина, ты хочешь кебаб? Что такое кебаб? Ну, короче, шаурму. А, хочу. Да, и вот там вот, вот там вот, среди этого ряда есть кебаб-браза, кебаб, шаурма, курица, здесь представлено вот таким вот ассортиментом, нет цены. Захотел взять айран, а здесь вот такой, два айрана. It's drink, yes? Not yogurt, yes? Drink. Так, вот здесь вот они вот так готовят, здесь такой приятный дядечка. А, во, всё, окей. Короче, шаурма 3 доллара стоит. Смотрите, у них как тут всё устроено, тут ты можешь выбрать, что тебе приготовить. Барашек, печёнка, судя по всему, куриные шашлычки. Вот так вот они готовят, смотри, они причём не скрывают, всё показывают, как нечего, всё, красота. Давай попробуем, будет ли это вкусно. Так, айран, детка моя, выпила, да? Можешь кока-колу зеро брать? Дай-ка я, ну дай попробовать хоть твой айран. Шаурма стоит 3 доллара. 3 доллара, это, конечно, оверпрайс, но, судя по всему, будет очень хорошо. Ну, вот, заатзыки, типа, сейчас пофигёво. Очень душевно, они так заботятся о каждом клиенте. А, что это? Паплика. Чили? Вот это, что это, что-то кислое, это что-то кислое. Это что-то маринованное и острое. Ой, нет, я острое не укрой. Нет, ты не съешь. Я не готова. Но благодаря айрану, короче, можно это всё... Запить, да? Нивелировать, да, вполне. Слушай, айран вкусный, кстати. Вот здесь айран вкусный. Вот у нас продаётся в пачках не такой вкусный. Но здесь очень похож на топовый московский айран, который, я считаю, всех, что я пробовал в ресторане Сахара. Вот у них очень вкусный айран, здесь очень похож. Кайф. И вот они подают просто по умолчанию в стол. Соус, это типа йогурт с чесночком. Вот это мы ещё попробуем. И вот такая вот капусточка. Овощички. Овощички. Полина съела, ты съела вот этот чипотли? Не знаю, сначала не очень важно, потом... Редактор с чипотликом. итак ребята здесь вот такая вот лепешка на самом деле довольно легкая по весу вот эта конструкция там внутри мясо и как как будто бы она без соуса полина решилась и соус например добавляйте что скорее всего правильно очень много лука и сумаха лютая сухомятка по всей видимости вот так вот она есть шаурму то есть удабривая соусцом шаурма здесь ну в целом вот это блюдо в целом вкусное но шуме отношения наверное сильно не имеет даже здесь во-первых фарш ну типа кебаб короче жареный во вторых тут очень много лука вкусная целом лепешка но мясо слушать ему объективно мало но если вот так вот обобщить серьезного московская шалуха в хорошем месте гораздо вкуснее чем турецкая ну по крайней мере в этом месте где мы попробовали в центре города ну навгад напротив макдональдса но съедобно сытно но не восторг причем но есть такое ощущение что вот мы едим вроде как с курицей а привкус все равно баранины скорее всего не делают этот люля пара замешивать вместе с курдюком поэтому доводит привкус но много зелени зато очень много зелени в этой шелухи этом это прикольно я ожидал что это будет реально что-то такое прям феноменально много но это не совсем шалуха это шаурма кебаб короче другая история почему мне понравилось чисто чисто на троечку лепешка вкусная в целом сытно на 14 долларов мы взяли 3 шаурмы 3 айрана кока-колу zero на 14 баксов это считай короче я бы еще раз наверное не пошел бы есть шалу мы зайдем с вами еще вот в эту тюмер на а знаете по какому принципу я это выбрал потому что там явно есть кондиционер здесь вот такие ребята жарят мясо прям шаурма шаурма вот красота какая смотри здесь у нас предлагают всякие комбо у них уже готовые подносики здесь ребята начнут делать сочное мясо выглядит кстати очень даже неплохо такая шишка большая довольно нам дают вот такой донор непонятно нам его не готовили откуда-то вынесли и получается вот это все на 275 доллара за 3 бакса за 3 бакса у нас получается немножко картошки free чуть-чуть перчиков опять вот они везде подают эти маринованные перцы напиток и значит донер кебаб донер кебаб меньше еще чем в предыдущей части ролика где мы были с женой он буквально вот вот такая лепешка он меньше раза в два чем было вчера хотя вчера тоже было мелко и до гребзя но здесь хотя бы мясо здесь хотя бы видно мясо много зелени лука здесь нет как в предыдущем выглядит он немножко пободрее пахнет вкусным жареным мясом вот есть обалденный плюс у их шаухи в том что здесь вкусная лепешка у нас в основном тонкий лаваш используется да здесь лепешка она чуть потолще она такая ну приятно ее есть мягкая но катастрофически мало начинки нету соусов внутри то есть соус эти отдельно дают вот кетчуп с майонезом можешь добавить либо на картошку фри это посыпать примерно та же шауха что мы ели до этого только только еще меньше короче но зато здесь лучше что здесь куриное мясо это вкуснее чем чем фарш в предыдущем вместе был ну это съедобно но опять таки не фонтан и внутри они добавляют еще кинзу давайте мы посмотрим еще один донер он здесь находятся рядышком попробуем здесь шумно может быть здесь нам более хлебосольно подадут здесь вот как-то все немножко там хоть кондей да но здесь как будто бы мяско чуть пободрее выглядит пойдем посмотрим как как он готовит нам дюрюм мяско для гону тоже сочная тоже большая довольно лепешка салата кинес вон они добавляют салат помидор и и я я петер и и мясо кладу и так ребята другой дюрюм 2 доллара без напитка стоит 2 доллара в той же самые лепешки и вот с такой прикольной тарелочки зацени какая тарелка я очень красивая мы видели как он делал нам этот дюрюм в отличие от предыдущего он чуть больше по размеру надо дать должное тут уже внутри есть какие-то одежды гурлер опять-таки это классика суши вот этот дюрюм выглядит лучше чем предыдущий дюрюм здесь будто бы всего повеселее но давай отведаем кетчуп майонез здесь тоже мясо много зелени честно скажу здесь какой-то легкий привкус не свежего есть почему-то я не знаю может быть это вот такой кетчуп у них с таким привкусом но что-то такое есть легкая неприятность какая-то во вкусе тем не менее мясо там было вкуснее предыдущим было мясо вкуснее прикольнее пожарено но здесь более съедобно благодаря кетчупу и майонеза удивительно что они не могут сделать как бы полноценный ну полноценный вкусный продукт как у нас там соусами соседями бриколюшками тут тут понятно акцент на мясо но его так мало что ты особо как бы не чувствуешь то есть лепешка с кусочком мяса я решил дать шанс еще одному дюрюму который находится в торговом центре новом области на приехали на машине немножко затарится тут много всякой еды и вот здесь вот есть такая дюрюмная здесь в т.ц формате островка выдают дюрюмы я себе заказал вот такой дюрюм с меня взяли почему-то 4 доллара непонятно почему но ладно короче карта мир здесь не работает дюрюмле обратите внимание на количество подносов у них видимо такой поток клиентов как и в предыдущей дюрюмной хотя по факту каких-то очередей я не видел у вас смотрите чувачок кладет три кусочка сыра а уже другой человек все это заворачивает хотя там заворачивать не так-то много всего надо они кладут картошку фри жареную люля кебаб и все в общем то дюрюм готов за 4 бакса блин и все это на поднос а здесь они жарят люля кебабы то есть нет никакой отдельно шишки как в шаурмичных просто на шампурах люляшки жарят это мой заказ пойдем пробовать брендик прикольный так ребята новый дюрюм у нас дюрюмле тут выглядит он посимпатичнее сама лепешка она такая как бы поджаренная что ли и внутри явно есть какие-то соусы и она должна быть сыром еще очень горячая на самом деле тоже но вот выглядит симпатичнее предыдущих пожалуй тут еще картошка при мелко нарезанная но то же самое люля кебаб сыр и какой-то соус пусть горячая но она пожалуй повеселеет тех уличных на такая куда более привычный вкус имеет и тут эти вот сырки типа наплавленные три штуки они кладут на всю на весь этот свиток пожалуй чуть повкуснее уличных но в целом для расстроен с этих дюрюмов очень честно я абсолютно разочарован дёнором или как он дюрюм называется или шаурма местного пошива что срезанной курицы что с кебабом короче турецкая шаурма по крайней мере в городе манов гад это полная шляпа короче я расстроен